Блаженны миротворцы, но есть немалое количество людей, которые зажигаются только тогда, когда встречают противостояние. Вот противостояние, они тут же готовы столкнуться с этим противостоянием. Знаменитая поговорка, против кого дружить будем, вот так им жить неинтересно, скучно. Мир, гармония, а вот только какой-то враг, и вот тут же они горят, они хотят жить, они хотят атаковать. И когда такие личности оказываются среди служителей, то их богословие, это постоянная духовная война. В центре не бог, в центре дьявол, все разговоры вокруг дьявола, вокруг козни дьявола, вокруг стратегии дьявола, вокруг планов дьявола. И такое чувство, что это такой маленький бог, он там где-то далеко, на трончике своем где-то сидит, а тут целая армия бесов и демонов во главе с дьяволом. Тут же конспирологические теории, которые построены на том, как вот это все можно завоевать мир. И заметьте, как вот в серии конспирологии часто вот люди мира сего, и некоторые люди в церкви, как они просто слились в своем понимании. Там рептилоидов, масонов, вышек 5G. Вот это все мышление, построенное на войне. Вот это воинственное решение, мышление такое. И обычно героями таких людей, Александр Невский или Пересвет. Хотя история говорит, что Александр Невский и Пересвет – это выдуманные фигуры. В реальности все было, прямо скажем, далеко не так. Но таким людям не нужна правда. Они живут в мифологиях. И в духовной жизни тоже мифология. Какие-то всевозможные враги, враги. Они сражаются, они все время с кем-то сражаются. Поэтому они очень суровы, всегда такие гневные. Я хочу вам напомнить знаменитые слова, которые Давид сказал Соломону. Первое про Липоменон, 22 глава, 7 стих. Сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне слово Господнее. И сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю перед лицом моим. Да, Давид много сделал хорошего, но он слишком много воевал. Поэтому Бог ему сказал, постоянно воюющие не строят. И вот это вот люди, которые концентрируются не на Христе, а на тьме. На постоянной борьбе с тьмой, на постоянном изгнании бесов. Поэтому на самом деле, вот эти все служения экзорцизма очень странные. И запах там очень такой, очень странный запах. И вот эта концентрация на тьме. Хотя вот так просто, я постоянно говорю, драгоценные, да не нужно концентрироваться на тьме. Оказавшись в темной комнате, не надо тут тьму выгонять. Это бесполезно, это просто мартышкин труд. Как бы ты гневно не гнал тут темноту. Свет включи, тьма сама уйдет. Священное Писание призывает нас быть светом этому миру. Ведь Бог есть свет. И если этот свет в нас, вы свет миру. Так сказал Иисус Христос. Зачем свету выгонять тьму? Ему надо светить. И чем ярче он светит, тем меньше тьмы. Дорогим. Продолжение следует.